Всех приветствую, дамы и господа, с вами я, Скомарник, и сегодня я расскажу вам, как я курю сигареты, долблю шмаль и хуярю кокс. Ладно, я действительно сегодня расскажу вам про свои привычки, правда, мои привычки немного отличаются от этих, хотя это тоже вот так вот, друзья, это вот так вот. И я пойду по каждой привычке по очереди, и буду рассказывать, для чего я это делаю, и почему я считаю, что это хорошо, и я не буду говорить, что это вам нужно делать, я буду говорить только про себя, а дальше вы уже сами решаете, это нужно вам брать к себе в жизни или не нужно, или вообще стоит закрыть мой ролик и послать меня нахуй. Я, в общем-то, уже снял ролик о том, как привить к себе привычки, как привить к себе правильные привычки, которые вам будут помогать в жизни, там где-то в одном из углов сейчас вылезет это видео, можете посмотреть, перейти, и потом вернемся на это видео. Вот, но суть в чем? Я расскажу вам о том, к чему пришел именно я, и я не буду говорить, что я там супер правильно живу, или там придерживаюсь зожи, или какого-то другого образа жизни, нет, я в принципе живу так, как мне комфортно, просто вот эти вещи, которые я делаю каждый день, ну, условно каждый день, понятно, что это не делается прямо ежедневно, но это просто привычки, которые уже как-то вошли в мою жизнь, и они мне доставляют очень много, как бы, плюсов. Опять-таки, я не хочу, чтобы вы меня воспринимали как чувака, который такой, да, нужно, блин, есть правильно, нельзя есть чипсы, пить кока-колу запрещено, мы едим только правильную еду, встаем рано и идем читать книги. Нет, конечно, это не так, на самом деле у меня совсем спокойная жизнь, и я совсем не горю поэтому. Просто есть вещи, которые действительно мне помогают, которые действительно вносят большой вклад в мою жизнь, и просто которые мне приятно делать в первую очередь. Так что просто я хочу, чтобы вы смотрели на это видео не так, как чувак с экрана пиздит про то, что как бы и топит за ЗОЖ, правильный образ жизни и так далее. Нет, я абсолютно нормальный чувак, честно говоря, даже немного не понимаю и осуждаю таких людей, то есть, ну, мне непонятно, это вот такое вот жесткое стремление к правильному образу жизни, мне кажется, он убивает вообще образ жизни в целом. Вот, так что опять-таки скажу, это то, как проходит мой день, это те привычки, которые я взял себе на вооружение, и которые можете взять себе, не проблема. Мы начинаем. Первая привычка это ежедневный спорт, и совершенно не важно, что это, будь то бег, качание пресса, отжимания на брусьях, там, занятия в зале, борьба, плавание, вообще не важно, чем вы занимаетесь. Главное, чтобы у вас была подвижная активность. Почему это важно? Во-первых, после физической активности ваши клетки головного мозга гораздо лучше начинают работать, и просто тело начинает нормально функционировать, потому что для тела это нормально бегать, нормально плавать, нормально заниматься каким-то спортом, то есть это для него абсолютно нормально. Как вы, допустим, читаете книги, это упражнение для мозга, так и это упражнение для тела, и они нужны действительно, потому что как бы тупая пословица в здоровом теле, здоровый дух, но на самом деле так и есть, потому что ваше физическое состояние непосредственно влияет на ваше внутреннее состояние. Если вы там жирная тварина, блядина, которая жжет бургеры каждый день, пьет Кока-Колу, и у вас уже, блядь, сальные бока, что о них можно, не знаю, что их можно на сало, блядь, жарить, то очень сложно себе построить в таком теле хорошее мышление, здоровое, чтобы хорошо смотреть на мир и, в общем-то, ну, как бы превозвыситься, потому что вам будет мешать ваше тело. Как бы, по идее, оно вам не мешает, но на подсознании оно в любом случае будет вам мешать. Так что мы зафиксировали, что физическая активность каждый день – это обязательно. Будь то, я не знаю, реально, 10 минут идите побегать или 10 минут поотжимайтесь, неважно. Но, во-первых, вы для себя сделаете ачивку, что да, я это сделал, я красава, в счет этого у вас поднимется личная самооценка. И просто за счет этого вы будете поддерживать свою физическую форму, я не говорю становиться атлетами, опять-таки, это совершенно необязательно, если вам это не нужно. Просто, еще раз, спорт улучшит вашу жизнь как ментальную, так и, в принципе, ваш внешний вид, оно улучшится, это, я думаю, логично. Второе, блядь, я действительно сейчас прозвучу как задот, мне нужно надеть только очки и рубашку. Чтение. Чтение, просмотр фильмов. И вы сейчас скажете, ты что, дебил, просмотр фильма – это для деградации, для тупых дебилов. Но, честно, для чего лично я использую чтение? Я использую чтение для такого духовного покоя, потому что, когда я читаю, я абстрагируюсь от всего мира, я ухожу в книгу и я, как бы, погружаюсь в вакуум. И тем самым я забываю про всякие проблемы, могу больше расслабиться и действительно отдохнуть. Также люди некоторые в фильмах. И, честно, хоть многие жестко хейтят фильмы, сериалы, я, в принципе, их тоже не поддерживаю, я не очень люблю. Это просто из-за своих, как бы, предпочтений. Но если кто-то так же уходит в фильм, как я, допустим, в книгу, а почему нет, так в чем разница? В чем разница? Также тебе повествуется история, также ты получаешь какую-то информацию, развлекаешь себя. Это нет никакой проблемы. Не обязательно книги должны быть про знания. Не обязательно из книг ты должен черпать знания. Я даже больше думаю, что из книг не стоит черпать знания. Лично я так не делаю. Из книг я просто черпаю, как бы, такое спокойствие, умиротворение и такую гладь на душе. Вы то же самое можете делать из комиксов, из сериала. В общем-то, какое-то занятие, которое действительно вам супер нравится и которое доставляет вам такое спокойствие. Потому что иногда действительно нужно внести в вашу жизнь спокойствие. Когда каждый день у вас какой-то балаган, что-то происходит, иногда стоит просто сесть и немного успокоиться. Это действительно так же сильно улучшит уровень вашей жизни. Конечно же, очень важный фактор это быть на улице. Выходить на прогулку на 10, 15, 15 минут это ничего для вас в течение дня. Ну, то есть, там, 12 часов дома вы, думаю, сможете уделить полчаса на то, чтобы погулять на улице. Но это невероятное дает, как бы, наслаждение вашему организму. Ваш организм начинает жить, когда вы занимаетесь спортом, когда вы гуляете. И позаботьтесь о нем, потому что если вы позаботитесь о своем организме, он позаботится о вас. И так вы будете друг другу помогать постоянно и тем самым на таком взаимопомощи, взаимоконтроле вы сможете вырасти. Почему это важно для организма? Непосредственно солнечные лучи, во-первых. Это очень важно. Блять, я реально как задрот звучу. Короче, сейчас немножечко тогда переведу тему. Почему на зоне, когда люди сидят, у них выпадают зубы, у них чернеют зубы, у них просто, просто за счет того, что они не видят солнечного цвета. Их выводят на полчаса, день на прогулку, но это такая прогулка в помещении, там, условно, 5 на 5, и у них высокая стена, они видят лишь небо, на них не падают солнечные лучи. И за счет этого у них, ну, большие проблемы с организмом. Они, возможно, могут накачаться за счет того, что они постоянно занимаются спортом, но все равно зубы у них выпадают, чернеют, ухудшаются, потому что им не хватает нужных витаминов именно от солнца. Поэтому вы не в заключении, вы не в тюрьме, вы не на шконке, вы не петух, ебаная чмо, хотя этого я не знаю. Так что выходите на полчаса, лучше час, погуляйте, я не знаю, возьмите велик, поездите, и просто вы заметите, во-первых, как вы этим зарядитесь, вы идете домой, и вы с новыми силами начнете работать, там, или, я не знаю, что-то приготовить себе покушать. В общем-то, лично я, когда выхожу на улицу, у меня день как будто возобновляется. То есть, условно, я поработал дома, там, до часу дня, вышел на улицу погулять, или там, по делам даже съездить, можете это компоновать, потом возвращаюсь, и у меня как будто новый прилив сил. Это тоже очень круто. Следующее, что лично я делаю, и что прикольно, на самом деле, я недавно начал спать днем. Во-первых, это классно за счет того, что ты разделяешь день на два дня. Получается, что ты один день как бы превращаешь в два, и у тебя увеличивается... Ну, это условно, я, конечно, говорю, херню полную, но на самом деле это очень кайфово. Попробуйте, там, неделю поспать днем. Реально, попробуйте спать ночью, допустим, если вы спите 8 часов, попробуйте спать 7 или 7 с половиной, чтобы у вас было такое небольшое желание все-таки поспать еще. И потом, где-то в час дня, в два, но не позже трех, реально, не позже трех, потому что потом может начать болеть голова, и все такое, вся хуйня. Часа в два дня вы ложитесь спать на примерно 30-35 минут, не больше, реально, больше не надо, больше будет болеть голова, и просто будут проблемы. И тем самым, я реально говорю вам, вы просыпаетесь, и вы как будто заново начинаете день. Во-первых, с новыми силами, во-вторых, с таким... мнением, что вы поспали уже, вы такие, а, я только после сна, у меня еще куча сил. Ну, как бы, вы немножко наебываете свой организм, но реально это работает. И потом вечером вы сидите такой, блин, а что я сегодня сделал? Что я сегодня сделал? И вы начинаете вспоминать, что вы сегодня сделали? И потом оказывается, что это все было только после второго сна. А до первого сна вы еще успели, там, сходить в зал, поработать, еще что-то. Так что, реально, попробуйте это делать. Как бы, это не про здоровье, не про что, это просто прикольно. Просто прикольно то, что я заметил, тем, чем я пользуюсь. Не каждый день я это делаю, но когда это делаю, это реально очень удлиняет мой день. Попробуйте реально неделю, полторы, вы заметите результат, и напишите в комментариях, как вам в итоге. И последний пункт, это, конечно же, занятость. Любая ваша занятость. Я написал пункт работа, но это не обязательно должна быть работа физическая, там, где-то работать официантом, условно. Нет, вы просто можете работать либо над чем-то своим, либо там, условно, рисовать, либо, ну, то есть, чем-то вы должны заниматься. Такая привычка, как бы, это не особая привычка, это просто, что входит в рутину. И просто очень важно чем-то заниматься. Если вы ничем не занимаетесь, то вы приходите к тому, что вы начинаете заниматься прокрастинацией. Я выучил это слово. Прокрастинация не особо к чему хорошему может привести на самом деле. Просто пробуйте разное, и рано или поздно что-то вам понравится и впадет в вашу душу. Я не буду сейчас говорить вам про то, как найти ваше дело, как найти то, ваше признание. Это видео для других, и другие будут снимать это видео, ну, или я потом. Вот. Но суть ролика, я думаю, вы уловили. На этом все. Это были мои привычки. Мои привычки, которыми я пользуюсь, которые я юзаю, как такие лайфхаки для своей жизни. И я советую им пользоваться вам, но как бы, опять-таки, вам решать, брать их к себе на вооружение или нет. На этом все. С вами был я, скомарник. Удачи. А, стоп, стоп, стоп. Оставь комментарий, чтобы мой канал продвигался на ютубе. Я думаю, это будет приятно и мне, и тебе. На этом все. Всем спасибо. Всем чао. Субтитры сделал DimaTorzok